Весной 2014 года в Кыргызстане был принят закон об общественных советах государственных органов. Он предусматривал создание консультативно-наблюдательных советов при каждом министерстве и ведомстве для осуществления общественного мониторинга и взаимодействия с гражданским обществом. Однако этот законодательный акт не затрагивал такую важную область, как местное самоуправление. Реалии сегодняшнего дня таковы, что для граждан всех регионов Кыргызстана важнее решать насущные проблемы не на министерском, а на местном, региональном уровне. Поэтому в 2016 году Институтом имени Густава Штреземана совместно с Европейским Союзом, Советом по правам человека и общественным объединением «Ресурсный центр для пожилых» в Кыргызстане был запущен масштабный проект. Цель проекта – усиление участия гражданского общества в общественных советах Кыргызстана. Мы хотим, чтобы люди знали больше об общественных советах, знали, как взаимодействовать с ними. Но мы также хотим представить больше конструктивных диалогов между всеми вовлеченными сторонами в развитие кыргызского общества. Первым этапом этого проекта стала масштабная исследовательская деятельность в рамках существующих общественных советов. Объектами исследования были как общественные советы в Бишкеке, так и мало общественных советов в шести областях Кыргызстана, в городе Бишкек и городе Ож. Мы задались вопросом, почему не срабатывает этот великолепный социальный институт, какие есть барьеры, какие есть вызовы, какие есть трудности, что мешает общественным советам стать самым сильным институтом, куда может войти каждый гражданин. Проведенные исследования показали, что зачастую члены общественных советов имеют низкую компетенцию в профильных вопросах, не умеют работать в команде и не прислушиваются к интересам партнеров. И вместо предусмотренного законом консультативного органа фактически становятся надзорным. Эти вопросы и стали тематикой тренингов для населения и государственных служащих. Участники проекта «Усиление вовлечения и участие гражданского общества в общественные советы» провели тренинги по всему Кыргызстану. Так в ноябре этого года прошли семинары в городах Ож и Джалалабад. В первую очередь мы с вами вообще посмотрим целостную картину. Картину, что же такое стратегии и стратегии будущего Кыргызстана. Как сделать так, чтобы наши планы, как личные, так и общественные, организационные, совпадали с этими планами, с глобальными планами. Особенностью этих семинаров стало то, что слушатели сами выбирали интересующую их тематику. На тренингах обсуждались вопросы стратегического развития как на страновом, так и на местном уровне, вопросы предоставления и мониторинга государственных услуг, а также использование современных информационно-коммуникационных технологий. Но в каждом тренинге, независимо от его темы, отмечалась важность развития общественных советов. Поэтому вот малые общественные советы, о которых Гульмира рассказывала в своей презентации, это место, в котором эти простые люди могут озвучить свои потребности. Мы, как люди, работающие в системе управления, вот в этой пирамидке, понимаем, все потребности невозможно удовлетворить. Но с ними надо договориться, какие из потребностей будем удовлетворять в первую очередь. Поэтому нужны малые общественные советы. Почему Кенеша недостаточно? Потому что Кенеша – это власть. У него нет ни времени, ни сил заниматься каждый день вот с этими людьми. Давайте говорить честно. Поэтому нужна площадка, нужно место, в котором люди могут встречаться и говорить. У нас нет воды, у нас плохие дороги, а вот здесь нас обидели, а вот здесь нам трудно оказалось что-то сделать. И вот тут происходит взаимодействие власти и народа. По завершению теоретической части участники тренингов приступили к разработке и защите собственных проектов, направленных на улучшение жизни местного сообщества. На сельский сход мы пригласили жителей и присутствовало при этом 80% жителей села. Это у нас результаты. Люди из малых общественных советов вместе с сотрудниками из Айлы Кмуту в течение трех дней должны рассмотреть и создать график работы на будущее. Все присутствующие на тренингах отметили важность и несомненную пользу этих мероприятий. Есть несомненная польза от проводимого для сельчан семинары. Если подобные семинары будут продолжаться, это безусловно принесет пользу людям. Тренеры оказались такими сильными. Хорошо владеют темы на доступном языке. Независимо от рода нашей деятельности, от наших интересов, было очень интересно. Здесь мы должны определить стратегические планы и то, как их реализовывать, какие инструменты для этого применить. Этому мы посвятили два дня обучения. Финальная фаза проекта усиления вовлечения участия гражданского общества в общественные советы в Кыргызстане предусматривает внесение изменений в существующее законодательство об общественных советах. В рамках правового компонента была создана рабочая группа из числа сильнейших юристов нашей страны, которые разрабатывают ряд нормативных правовых актов, закладывающих законодательные нормы для развития и поддержки местных инициатив. На этом этапе проекта проводились круглые столы с участием всех заинтересованных сторон, государственных служащих местного самоуправления и представителей гражданского общества. Одна из таких встреч состоялась в августе этого года в городе Каракол. Вниманию собравшихся была представлена концепция поправок в закон об общественных советах. Мы сейчас ищем такой оптимальный закон, который поможет на местах реально эффективно решать возникшие проблемы. Сегодня вы у нас эксперты, от которых нам очень важно услышать мнение, в каком виде эти советы могут существовать и оптимально, допустим, у вас вот здесь, в Караколе, Высокольской области, могут действовать и должны действовать. Обсуждение будущего законопроекта вызвало откровенную и оживленную дискуссию. Среди общественных организаций есть много советов. Женсоветы, советы старейшин, советы ветеранов, общественные советы, молодежные советы. Советов много, а слаженности между ними нет. У нас есть активные люди. Много. Их нужно объединить и назначить встречу с муниципальными чиновниками. Потом, если вопросы не решаются, поедем туда на места, к этим людям. Скажем им, давайте соберемся вместе для решения проблем. Не обязательно в мэрии. Вот в таком же месте можно. Сто человек соберемся для решения проблем. Создадим общественный совет. За кого проголосуем, тот в него и войдет. Прошедшая дискуссия показала несомненную значимость вносимого законопроекта для местных сообществ. Мы строим демократическое государство. При демократии должно быть сильное общество. А для усиления общества не нужны такие законопроекты. Если мы организуем наблюдательные советы, то и построим сильное общество. Сегодня очень актуально. Семинар прошел. Мне очень понравилось законопроект об органах местного управления, положение о малых советах органов местного управления, которые необходимы были для развития гражданского общества, для того, чтобы развивались наблюдательные советы. И вообще, я думаю, все это делается для того, чтобы меньше было коррумпированности в органах власти. Обсуждение насущных проблем на местах, рекомендации от гражданского общества и государственных служащих, полученные в ходе проведения круглых столов и тренингов, послужили неоценимой основой для подготовки изменений в существующее законодательство. Общественные слушания этих поправок начнутся в начале 2018 года. Субтитры создавал DimaTorzok